Всем привет, я доктор Евгений. Сегодня разбираем мануально-мышечное тестирование ротаторов плеча. Четыре основные мышцы. У-у-у-а-а, манки-гриб! Первая основная мышца, которую будем сейчас тестировать, это надосная мышца. То есть она располагается над осью лопатки. Если смотреть на лопатку, у нее есть такой выступ, прям над ней будет располагаться надосная мышца. Основное движение, которое выполняет эта мышца, это отведение до 30 градусов. То есть если полностью руку прижать и до 30 градусов ее отвести, то как раз таки активно эту функцию выполняет надосная мышца. Очень часто как раз таки ее укорочение, либо слабость вызывает проблему в стабилизации плеча. Что формирует так называемый импиджмент синдром, либо плечо-лопаточный периартрит. Как же ее тестировать? Показываю. Исходное положение я занимаю со стороны тестируемой руки. Сам встаю в удобную для себя позицию. Ноги на разножке с опорой на заднюю ногу. Далее, что я делаю? Мы пассивно преднатягиваем мышцу, отведя ее на те самые 30 градусов. И просим удерживать руку в этом положении. Далее, стабилизирую себя и пациента за таз. То есть я завожу руку и стабилизирую его за вертел, за бедро, за таз с противоположной стороны. Далее, тестирующую руку устанавливаю на нижнюю треть предплечья обезьяним захватом. Не забывайте, тот самый monkey grip. Дальше. Устанавливаю и вывожу перпендикуляр для теста. То есть мое тестирующее движение будет вот этим. То есть я буду тестировать вот таким вот образом. Поэтому показываю тест, отводим, преднатяжение, устанавливаем руку, просим давить натяжение и давлю сам растяжение. То есть сейчас я получаю тест гипотонии. Теперь как выглядит тест полноценно. Удерживайте руку здесь, удерживайте, не давите, удерживайте. Давим в сторону. Давим, давим, давим. Гипотония. Вот это тест надосной мышцы. Следующий ротатор – это подлопаточная мышца. Основное движение подлопаточной мышцы – это вращение плеча вовнутрь. То есть полноценно эта мышца выполняет движение вот это. С отведенной рукой, с приведенной рукой. Для теста нам удобнее будет использовать рычаг. Рычаг будет предплечье. Что нужно сделать для пассивного введения руки? Преднатяжение. Мы выводим руку, плечо ориентировочно на 90-80 градусов. Далее. Стабилизируем мы плечо своим бедром. То есть мы бедром прижимаемся к его плечу. И чтобы окончательно изолировать преднатяжение мышцы, мы должны предплечье исчерпывающе, то есть насколько допускает нам это плечо, опустить вниз. Просто если будут воспалительные процессы, рука нам не даст сделать достаточно объемное движение. Поэтому выводим плечо на 90 градусов и исчерпывающе опускаем предплечье вниз. Вот через предплечье мы и будем тестировать. Просим удерживать руку здесь. Тест будет тяговый. То есть мы будем не толкать, а тянуть. Заводим руку для теста под нижнюю треть предплечья. И движение наше будет, сейчас не сопротивляйтесь, то есть с переката с передней ноги на заднюю. То есть мы работаем корпусом. Вот таким вот образом. Показываю, как выглядит тест. Удерживаем. Давим вниз. Получили фазу преднатяжения. Мы сами просим тело двигаться назад. И получаем нормотонус. Еще раз показываю, как выглядит тест. Пассивно. Не сопротивляйтесь. Вот это движение. А теперь сопротивляйтесь. Вниз. Давим предплечье вниз. И получаем нормотонус. Еще раз. Не забывайте про три фазы. Если вы забыли, можете вот тут посмотреть ссылку на первое видео, которым я объясняю фазы тестирования и основные правила. Следующий ротатор. Это подосная мышца. То есть это противоположность надосной. Практически. По расположению я имею ввиду. То есть надосная над осью лопатки, над выступом на лопатке. Подосная непосредственно под осью лопатки. Основная функция подосной мышцы это вращение, ротация. Они же ротаторы. Плеча наружу. Но у нас есть два ротатора, которые вращают плечо наружу. И как раз таки подосная она ротирует в большей степени плечо наружу от веденной руки. То есть основная функция вот здесь ротировать плечо наружу. Вот так. Поэтому мы отсюда и будем тестировать. Мы выводим как для подлопаточной мышцы плечо на 90 градусов. Стабилизируем ее бедром. Руку я имею ввиду. И просим опустить предплечье настолько, насколько допускает плечо-лопаточный сустав. То есть насколько рука нам позволяет. И просим удерживать руку в этом положении. Обезьяний захват. Заводим за нижнюю треть предплечья. И сейчас не сопротивляйтесь. Опять же, тестируемое движение будет вот это. То есть я по дуге, по вот этой вот, буду тестировать. Сейчас покажу, как выглядит тест. Удерживаем. Ладонь расслабьте. Давите вниз, крутите предплечьем. И тестирую я. Достаточно хороший тест. А теперь ошибка, которая может возникнуть в тестировании. Я стабилизирую бедром. Вторая стабилизирующая рука у меня устанавливается на плечо. И вот здесь, когда вы тестируете, нежелательно сильно давить на руку. Так можно здесь нервный пучок повредить, надкосницу сместить. Смотрите, разницу с надавливанием и без надавливания. Показываю с надавливанием. Давим вниз. Тест неудачный. Ждем 3 секунды, чтобы адаптировалась система. Просто легко стабилизирую за руку. Упираюсь бедром. И прошу давить вниз. Тест положительный. Не забывайте. Мягкие движения. За мягкие ткани. Без кольцевых захватов. Четвертый ротатор, который сегодня мы с вами разбираем. И заключительный. Это малая круглая мышца. Она также ротирует плечо кнаружи. То есть ее основное действие как раз это вращение плеча наружу. С приведенной рукой. В большей степени. То есть если я делаю вот так, это как раз таки малая круглая. Если вот так, это у меня работает подосная. Здесь. Что для теста нужно? Из приведенной позиции плеча мы выводим наружную ротацию. Здесь. Как стабилизировать пациента в этом случае? Здесь выбор. Либо мы можем сверху плечо стабилизировать. Либо можем его снизу стабилизировать. Самое главное при этом, чтобы во время теста у нас не было подъема плеча. Покажу оба варианта. Сначала стабилизация сверху. То есть я удерживаю плечо сверху. Вывожу руку в тест. То есть делаю преднатяжение. И мое движение будет. Я буду как бы вышагивать вверх по дуге вниз. То есть делать вот это движение. Поэтому стабилизируем. Удерживаем. И просим ротировать плечо наружу. Давим наружу. Давим, давим, давим. И получаем гипотонию. А теперь стабилизирую снизу. Удерживаю так. И просим давить наружу. Давим наружу. И так же получаю гипотонию. Вот. Показываю как выглядит тест в практике. Удерживаем руку здесь. Давите наружу. Давим, 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 давим. Выполнив все три фазы, я получаю гипотонус. Сейчас, в данном случае, мы уже обнаружили мышцы, которые имеют сниженный тонус. Это может говорить о том, что плечо под нагрузкой будет нестабильно. И рано или поздно оно будет давать какие-либо избыточные напряжения на связки. Потому что когда мышцы не работают, на себя часть функций забирают связки. В конце концов плечо начнет болеть. Лечим? В следующих выпусках обязательно я вам об этом расскажу. Ротаторы плеча. Или ротаторная манжета плеча. Научитесь ее тестировать, чтобы понимать, какие мышцы в дисфункции. Далее буду разбирать, как лечить эти мышцы, как стабилизировать плечо, как посадить его на место. Вы уже видели, скорее всего, вот здесь. Если не видели, посмотрите. Прямо вот тут. Видео о том, как тестировать дельты. Те самые крупные мышцы, которые, если не работают, ротаторы берут на себя эту функцию. Поэтому нужно знать, как тестировать и те, и эти, и все. Поэтому тестируйте, тестируйте, тестируйте. Не забывайте. Если кому-то нравится это видео, пожалуйста, делитесь его им со знакомыми, с коллегами, с друзьями. Спасибо. 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 Спасибо.